Здание на Куйбышев 104, построенное во второй половине XIX века, давно превратилось в руины. Раньше здесь располагался коммерческий клуб. Сейчас полным ходом идет его реставрация. В нем разместится межбузовский концертно-театральный комплекс «Дирижабль». По замыслу проектировщиков здесь появится разборная сцена-трансформер, большие удобные залы, кафе и лектории. Николай, что общая смертная стоимость этого объекта у нас с учетом проектирования порядка 400 миллионов? Нет. Но он тяжелый объект, мы сами видим. Здесь полностью надо все это здание перебрать. Стены, которые мы видим, они где-то с полтора, два кирпича, остов остается один где-то. По основанию все. Потому что полностью перекладка. Ну, некоторые правила специально заявляют, нам проще демонтировать это здание, построить его. Сносить здание, конечно, никто не будет. Просто строителям придется хорошо постараться. Поработать предстоит и над зданием реального училища на Комсомольской, 18. Здесь учились эволюционер Глеб Кржижановский и писатель Алексей Толстой. Сейчас здание не используется. Минобороны России, кому оно принадлежит, готовы передать его в собственность города или области. Возможно, здесь будет школа для одаренных детей. Делегация в составе областных и городских властей, а также депутатов, провела объезд по пяти памятникам историко-культурного наследия. По четырем практически решений есть. И они в этом году, на будущий год, шаг за шагом будут проводиться работы реставрационные, которые приведут в порядок, скажем, вот эти памятники архитектурные. Мы должны сделать Самару к проведению чемпионата мира по футболу, конечно, совершенно другое. Мы должны вернуть исторический облик, создать настроение, создать атмосферу. И это будет, безусловно, сделано. Задачу губернатора мы выполним, и к 2018 году историческая часть города, в части туристических маршрутов, приобретет совершенно новый. Очень важно, и мы это видим на примере многих объектов, именно консолидация уровней власти, когда здесь и региональная власть, и непосредственно губернатор, и федеральный центр, объединив усилия, работают над восстановлением уникальных памятников. Но не просто восстановлением, а приданием ему второй жизни. Вторую жизнь обретет отделение почтовой связи на Молодогвардейской, 144. Этот дом построил купец Иванов 120 лет назад. В планах открыть здесь почтовые ретро-отделения. Служащих переодеть в форму XIX века, воссоздать весь интерьер того времени, использовать старинные письменные принадлежности. На территории города более 300 памятников историко-культурного наследия. Сейчас большее внимание федеральным объектам, но и муниципальные тоже приводят в порядок. Что касается памятников со смешанной формой собственности, приняли решение реставрировать их по упрощенной схеме. В основном фасады и крыши. Многие предприятия города уже изъявили желание за счет собственных средств поучаствовать в этом процессе. Имена меценатов будут указаны на табличках на отреставрированных ими зданиях. Марина Матвеевшина, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, Алексей Золотенков. События.